Здравствуйте, с вами в эфире Игорь Панарин и сегодня мы продолжаем цикл передач под общим названием Медианаука. Сегодня мы поговорим о биоэлектронике и биосенсорах. А для того, чтобы разговор был более авторитетным, мы пригласили по традиции опять же в гости эксперта. Сегодня у нас в гостях профессор, доктор химических наук Илья Николаевич Курочкин. Здравствуйте, Илья Николаевич. Первый вопрос сходу. Биоэлектроника и биосенсоры — это одна наука или это две разные науки, двигающиеся параллельно? В общем, о сути этих двух наук несколько слов. Если говорить очень кратко, то биосенсоры и биоэлектроники, конечно, это две разные области исследований, но вместе с тем так уж сложилось, так принято, что их объединяют в одно общее направление. Хочу сказать лишь следующее, что существует журнал, который называется Biosensors and Bioelectronics, то есть журнал, который объединяет эти две области исследований в одну. Однако, если проанализировать внимательно публикации, которые в этом журнале имеют место, мы, конечно, увидим, что в основном это посвящено, публикации посвящены разработке биодатчиков, то, что сейчас принято называть биосенсорами. Итак, это, конечно, разные области, но вместе с тем они объединены неким общим устремлением создать новые, доселе неизвестные, с уникальными возможностями устройства, либо электронные, либо сенсорные. Я хочу прокомментировать. Наш гость Илья Николаевич является одним из ведущих специалистов в области биосенсорики. И вот как раз от первого лица, мне бы хотелось, чтобы вы сформулировали или дали определение, что же такое биосенсоры и какова их область ответственности, вернее, область ответственности биосенсорики как отрасли. Так, если говорить очень кратко, биосенсоры мы можем и называем сенсоры, которые в качестве узнающих, распознающих элементов используют биологический материал. Но сенсоры это нечто измерительное, то есть реагирующее? Сенсоры это устройства, принято говорить, аналитические приспособления, которые измеряют концентрации химических, биологически активных соединений в тех или иных средах, в воздухе, воде, почве и так далее и тому подобное. В этом биосенсор... То есть в этом отношении термометр можно называть сенсором? Термометр, несомненно, является сенсором, который показывает температуру. Да. А биосенсор, если бы этот термометр был органического происхождения? И такие биосенсоры действительно нет. Биосенсоры, которые... Биосенсоры мы называем термометр, объединенный, ну, скажем, с живой клеткой или с живой тканью. Если мы приклеим кусочек живой ткани на термометр и будем измерять изменение температуры при тех или иных биохимических процессах, мы как раз получим тот самый биосенсор, про который сегодня мы разговариваем. То есть биосенсоры и биосенсорика – это наука об измерении с привлечением, скажем так, как это называется, трансъюдеры, а первое... Вы хотели произнести слово трансъюдер. На самом деле преобразователь. Преобразователь сигнала, специфичность которого, уникальность которого обеспечивает биологический элемент, это называется элемент-селектор, такой элемент. А устройство, которое обеспечивает переведение этого сигнала в электрическую форму, в итоге мы все должны получить в виде некого электрического сигнала, называется, как правило, трансдюсером, детектором и так далее. Тогда второй вопрос, он логичный. История биосенсорика, насколько я понимаю, ведет свое начало от знаменитого английского ученого Кларка до сегодняшних дней. Вы не могли бы, скажем, в 4-5 минут скомпоновать историю развития той отрасли, которой вы занимаетесь? Вот если посмотреть или кинуть свой взгляд совсем далеко, то вообще первым биосенсором мы могли бы признать своеобразных таких чашничающих или дегустаторов, которые пробовали для царей, для высокопоставленных людей еще в прошлые века, в времена до нашей эры, пробовали пищу, пробовали воду. И в этом смысле тот человек, который дегустировал пищу, являлся первым, вообще-то говоря, в мире биосенсором. Но если все-таки разговаривать более серьезно, то эра биосенсоров берет свое начало в 1962 году. Тогда Лиланд Кларк-младший предложил очень простое устройство, которое представляло собой электрод, кислородный электрод, он тоже, кстати, называется электрод Кларка, объединенный с мембраной, на которой был особым образом зафиксирован или, как мы говорим, иммобилизован фермент глюкозооксидаза. И вот это устройство позволяло регистрировать количество глюкозы, концентрацию глюкозы, которая находится в жидкости. В частности, в крови это могли быть растворы иного свойства, но так или иначе можно было измерять глюкозу. И вот 1962 год является тем самым исходным моментом развития биосенсоров. После этого ученые очень быстро сообразили, а что если мы возьмем вместо электрода Кларка другой электрод, который будет измерять концентрацию протонов, то есть ПАШ-растворы, или же он будет измерять концентрацию аммиака, или он будет измерять концентрацию пероксида водорода, или какого-то другого химического соединения. И давайте возьмем и объединим не только с глюкозооксидазой, а с другими ферментами. Ну, например, пероксидазой, ну, например, супероксид дисметазой и так далее, и тому подобное. То есть ученым сразу же стало ясно, огромный потенциал, который содержит в себе вот эта простая, казалось бы, на первый взгляд, идея. И с тех пор было перебрано, вот я не побоюсь этого слова, тысячи вариантов сочетания различных биологических элементов с различными элементами, детекторами или трансдюсерами, про которые вы упомянули в самом начале нашей передачи. Дело доходило даже до того, что в качестве знающих элементов пытались использовать, ну, например, срезы картофеля, почки свиньи, кожуру банана, даже... Это вот как раз у меня был такой вопрос. Если, допустим, берется одна клетка, то понятно, что это однородное вещество, да? А если это срез картофеля, то это же, неизвестно, там, одних пестицидов, непонятно сколько. И что мы определяем? Какова точность измерения? Игорь Владимирович, конечно же, использование биологических тканей в том виде, про который я говорил, было... Или эти исследования проводились прежде всего с целью показать, что практически любой биологический материал может нами использоваться в качестве вот такого узнающего или распознающего элемента вот в устройствах, которые к тому времени уже устойчиво начали именовать биосенсорами. И вот если в случае со срезом картошки действительно не удалось создать стабильно работающие системы, то вот в случае с кожурой банана были созданы электроды, которые даже получили название бананатроды, которые позволяют и позволяют на сегодняшний момент измерять уровень серотонина и дофамина с использованием именно шкурки банана. Правда, сделано это было в Соединенных Штатах Америки, на Гавайях, место теплое и, как говорится, бананатроды. Надо запомнить первое, бананатроды. Да, бананатроды. Но хочу еще раз подчеркнуть, что вот история биосенсоров, она началась с того, что ученые стали перебирать огромное количество комбинаций. И что же лучше взять в качестве регистрирующего элемента, скажем, электрод или, скажем, устройство, которое измеряет массу, или устройство, которое измеряет теплоту реакции. Вот тот самый термометр. Очень, конечно, утрированно я это называю, но на самом деле устройство, которое измеряет теплоту реакции. И также было интересно посмотреть, а какие узнающие элементы, какие биологические структуры могут, вообще говоря, быть полезными. И выяснили на сегодняшний момент, что таких систем может быть много. Но, однако, на сегодняшний момент все-таки наиболее распространенными являются датчики, на которые по существу есть спрос в нашем обществе. А таких датчиков не так много. Но, например, самым ярким примером является датчик, который меряет всю ту же глюкозу, на которой и, извините, тренировался Кларк-младший. Дело все в том, что измерение уровня глюкозы в крови – это важнейший показатель для больных диабетом. Зная концентрацию глюкозы, можно использовать или вводить в себе дозы инсулина, осуществлять те или иные терапевтические акции. И таких людей в мире, ты, у нас в стране, достаточно много. Да, я даже читал о том, что с одной стороны биосенсор, а с другой стороны вшитая ампула. И она по указанию биосенсора выделяет какое-то количество инсулина. Это, наверное, фантастика. Нет, это не фантастика. Это вполне реальное устройство. Но наиболее употребимые на сегодняшний момент варианты вот этих биосенсоров на глюкозу представляют собой так называемые тест-полоски электрохимические. Это небольшие полосочки в ширину порядка 0,7 сантиметра, а в длину порядка 2-3 сантиметров. Все, что нам нужно в этом случае, это проколоть палец специальными устройствами, которые делают это практически безболезненно. И, используя всего 3-2 микролитра крови, определить в течение 5-10-12 секунд уровень глюкозы у нас в крови. Позвольте вот такой вопрос, может быть, на грани. Вот эти вот с полосочками, которые используют женщины для определения беременности, это тоже биосенсор? Это на самом деле нет. Это не биосенсор. Это устройство, которое называется иммуно-хроматографический тест-полосок. Они, конечно, могут быть, так скажем, отнесены к биоаналитическим устройствам, однако следует различать биосенсоры и вот такого рода биоаналитические устройства. Ну, собственно говоря, мы подошли, мой такой немножко провокационный вопрос, это был притеча третьего вопроса, это устройство биосенсоров, да? Давайте попробуем их сформулировать, как все-таки отличить биосенсор от другого устройства, да? То есть, как определение? Вот, образно это можно представить следующим образом. Если мы с вами имеем дело с некой аналитической процедурой, где используется биологический материал, то мы можем назвать эту процедуру биоаналитическим подходом, биоаналитическим методом. И чаще всего биоаналитический подход связан с тем, что биологическая молекула или биологический материал узнает, то есть образует некий комплекс, прочный комплекс с соединением, которое мы собираемся анализировать. И вот если для дальнейшего шага измерения уровня, концентрации этого комплекса нам требуется разделение смеси, то есть разделение комплекса и исходных компонентов, то такая процедура по-прежнему называется биоаналитическим подходом, биоаналитическим методом. А вот если система такова, что сам процесс считывания и формирования сигнала после образования этого комплекса объединены в единую структуру, представлять собой единую вещь... То есть измеритель устроен так, что его поверхность покрыта и фактически модифицирована тем самым биологическим компонентом, который мы выбрали в качестве узнающего, говорю это в кавычках, чтобы это было понятно. Другими словами, его не интересуют все другие составляющие раствора, смеси, поэтому он выбирает именно только те, на что он подготовлен. Совершенно верно, но плюс ко всему, он не то, что его не интересуют все остальные, он достаточно специфичен, этот элемент-селектор, плюс ко всему, он интегрирован в состав, собственно, датчика. Датчиком можно называть устройства, которые измеряют электрический ток, массу, теплоту, реакции, какие-то оптические характеристики системы. И вот если узнающий элемент интегрирован с этой системой, то тогда мы имеем право говорить о биологическом или сенсоре, как единой структуре. А если система измерения отделена физически от процесса узнавания, то тогда мы говорим о простой биоаналитической процедуре. Я понял. Теперь вот такой вопрос. Я так понимаю, вот есть какая-то молекула, да, или какой-то узнающий элемент, и он передает электрический сигнал на электрод, да, или бананотрод, вы сказали, да? Ну, например. Каким образом передается вот этот электрический сигнал от банана к электроду? Ну, вот мне проще было бы сейчас сказать не на примере банана, а на примере все той же глюкозы, анализа глюкозы. Особый фермент глюкозооксидаза, будучи иммобилизованным или зафиксированным на поверхности электрода, способен делать следующую, или ускорять следующую реакцию. Глюкоза под действием либо кислорода воздуха, либо специальных медиаторов окисляется и переходит в особое соединение глюколоконовую кислоту. И параллельно с этим происходит потребление кислорода и генерация пероксида водорода, особого низкомолекулярного соединения. И наши с вами сенсоры могут регистрировать либо убыль концентрации кислорода, либо нарастание концентрации пероксида водорода, либо изменение концентрации, ну скажем, особых веществ, медиаторов, которые мы специально добавляем на стадию конструирования в состав сенсора. То есть делаем такой композитный материал, который содержит все, и узнающий элемент, и преобразующий, и вот этот медиаторный. Все это находится на поверхности датчика сенсора. Вот, пожалуй, такой ответ. То есть это измерение получается разовое, да? То есть вы сделали некий коктейль медиатора и так далее, да? И провели разовое измерение. То есть он не может находиться, допустим, или измерять в течение какого-то длительного времени, года, два, десяти. Можно сделать датчики и разовые, и многоразовые. Чем они могут отличаться в этом случае? То есть одноразовые датчики, как правило, используются там, где требуется индивидуальный контроль того или иного параметра или пылевой контроль. Ну, скажем, в случае с той же глюкозой это индивидуальный контроль уровня глюкозы, а в случае анализа экологической обстановки, на наличие, например, каких-нибудь особых ядов нейротоксинов, это прибор, который позволяет вывести его в полевые условия, на речку, там, в лес, еще куда-то, измерить концентрацию этих опасных зловредных соединений. То есть разовое измерение или разовый измеритель, он более точный и более узкополосный, да? То есть он выбирает что-то одно. Разовый он потому и разовый, что он одноразовый, и ничего больше. Точность, селективность и воспроизводимость измерения одноразовых датчиков. И датчиков, которые используют в лаборатории тоже биосенсоров, проточноинжекционных еще иногда их называют, потому что устроена она так, что мимо датчиков все время протекает с постоянной скоростью жидкость, это водные растворы, и туда с помощью особых устройств инжекторов вы вводите анализируемые пробы. Такие датчики характеризуются лишь больше производительностью. И нужны именно для проведения широких анализов. То есть когда вам требуется большое число образцов, единицу времени проанализировать. Собственно говоря, вы подошли уже самостоятельно, без моей помощи, к четвертому вопросу. А все это очень сложные системы. То есть это не отвертка, это не плоскогубцы, которыми можно все завинтить. Нужны какие-то условия. И я так понимаю, высокотехнологические условия, причем жесткие технологические требования для существования биосенсорики вообще и развития. Вы не могли бы описать коротко, каковы эти условия? Да, вот это очень, но для меня вопрос такой и важный, и интересный. Дело вот в чем, что развитие современных методов диагностики, современных методов определения состояния организма, экологической обстановки, оно связано с таким очень интересным явлением. Сейчас, для того, чтобы в науке технологии прогрессировать, необходимо использовать один принцип. А принцип это называется, носит название мультидисциплинарность. Мы с вами принципиально должны уметь научиться, обучаться множеству вещей. То есть мы одновременно должны быть с вами хорошими химиками, хорошими математиками, чтобы правильно проводить анализ. Мы при этом же должны быть хорошими физиками. Это интересно, Ковальчук у нас в гостях был, он говорил о междисциплинарных науках, да? А вы говорите о мультидисциплинарных. Вот здесь разница. Вы знаете, это ведь вопрос лишь терминологии. Вопрос, когда говорят о междисциплинарных исследованиях, по существу говорят о проведении исследований на стыке нескольких наук. А я, собственно, и говорю про то, что работа в области нескольких наук называется мультидисциплинарный подход. И если это переводить с английского, а научный язык это английский язык, то это как раз мультидисциплинарный подход. И вот, например, на сегодняшний день существуют целые наборы обзоров, которые делают иностранные ученые, отечественные специалисты. Они сейчас выделяют некие области, которые позволяют говорить нам о перспективном развитии. И вот, например, одной из перспективных областей развития является стык таких наук, как нанотехнология, биотехнология, о которой мы сейчас с вами говорим, информационные технологии и наук о деятельности головного мозга, когнитивных технологий. В мире даже есть особый термин. Неужели вы берете нанотрубки в качестве опознающего? Конечно. Это логичное и совершенно понятное направление развития современных биосенсорных систем. Почему? Ну, прежде всего, потому что мечта любого человека, который занимается аналитическими процедурами, делать анализ как можно быстрее, в как можно меньшем объеме и как можно больше веществ за один раз проанализировать. Вот тут использование подходов и методов нанотехнологии открывает просто колоссальные перспективы. Дело все в том, что современные наносенсоры позволяют нам, благодаря своим малым размерам, проводить анализ в исключительно низких, малых объемах жидкости или воздуха или иной пробы. Позволяют достичь невиданных до сили уровней определения, я имею в виду низких концентраций. Можно говорить о детекции по существу единичных молекул, ансамблей молекул, которые насчитывают сотни, а то и тысячи. Знаете, опять же, у нас все-таки образовалась гармония к завершению передачи. Мы как-то самопроизволенно подошли к пятому вопросу. Это основные цели биосенсорики на ближайшие 10-20 лет. Вот по моему глубокому убеждению, основное, чуть несколько, как говорится, векторов развития биосенсорной тематики. Вот один из них это индивидуальная, персональная диагностика. Я считаю, что буквально через несколько, ну, может быть, 3-4 года общество созреет к тому, чтобы измерять не только уровень глюкозы в своей крови, но и уровень таких важных соединений, как холестерин, алипопутерин в низкой и высокой плотности, других важнейших метаболитов и ферментов, которые определяют по существу... То есть это медицинская ситуация? Да, медицинская. Ну, это первое, я сейчас скажу, по существу они определяют наш с вами статус, физиологический статус. То есть это вот как глобальная система позиционирования в смысле географических координат в пространстве, так и мы с вами должны каждую секунду знать, в каком пространстве, в какой точке пространства находится наш организм. И вот здесь, несомненно, область для биосенсоров, область для индивидуальной диагностики. Следующее направление – это, конечно, качественный экологический мониторинг. На самом деле, организация качественного экологического мониторинга также является очень заметной областью развития биосенсоров. И вот, пожалуй, я бы ограничился этими двумя областями, поскольку считаю их на сегодняшний момент принципиально важными. Это, я еще раз повторюсь, индивидуальный мониторинг, но не одного, а сразу нескольких соединений. То есть анализ нескольких соединений одновременно дает нам принципиально иную, принципиально более ценную информацию, чем анализ какого-то одного соединения при вот такой методе диагностики. Ну, а, скажем так, сбытие меч, сбытие меч, да, или реализация сказки, да, вот когда вы нам предъявите живых андроидов, это ведь тоже этим занимается биоэлектроника? Живых андроидов? Ну, вот, понимаете, что… Мы-то как телевизионщики, телевизионщики, давно вам их показали, ученые. Когда вы нам покажете их живыми… Я-то вообще не очень хорошо представляю себе, что такое андроид. Но все-таки, если вы имеете в виду человека, биоробота, ну, биороботов мы, наверное, представим все-таки не скоро, а вот системы, которые позволят нам хорошенько ориентироваться в состоянии нашего организма на основании быстрых и специфичных методов анализа важнейших метаболитов и ферментов, я думаю, будут вот экспоненциально появляться, расти и находить свое применение вот в ближайшие, скажем, вот я бы так сказал, начнем от 5-4 лет и туда дальше, к середине века мы с вами будем иметь совершенно уникальную систему диагностики. Мы сейчас даже просто себе представить не можем. Наука здесь… То есть мы сейчас на… Уже на технологической стадии. Да, мы уже на технологической стадии. Очень многие научные принципы уже понятны, и нужно решить технологические вопросы, связанные с воспроизводимостью получения, с воспроизводимостью технологических процессов получения датчиков. И, кстати, вот с этой научно-образовательной стороной. Когда система будет развиваться, если за нее будут, за эти работы будет кто-то платить? И вот платить, когда будут потребности. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Игорь Николаевич Курочкин. Илья Николаевич. Извините, это я, Игорь Панарин. Илья Николаевич Курочкин, доктор химических наук, профессор. Мы говорили о биосенсорах и биоэлектронике. До свидания. Спасибо. До свидания. До новых встреч в эфире. Спасибо.